Приветствую всех! Какие трубы где использовать? Об этом расскажу в сегодняшнем ролике. Каждый материал имеет свои особенности. Трубы из пленопластика для одних случаев подходят лучше, для прочих хуже. В этом нужно разобраться, чтобы использовать при сборке необходимой инженерной системы. Оптимальный материал канализации. Использовать трубы из ПВХ или полипропилена намного реже из полиэтиленов, причем преимущественно в главных канализационных магистралях. ПВХ и полипропиленовая труба совершенно идентичны, даже внешне не выглядят одинаково и различить их можно только по маркировке на поверхности. При выборе канализационных труб более важно будет не их материал, а толщина стенок. Чем она больше, тем тише шум при движении потока внутри. Это очень важно для сборки стояков многоэтажных зданий. Канализационные трубы хозяйственного значения имеют диаметр от 32 до 200 миллиметров. В частном строительстве обычно применяют диаметр 50 миллиметров и 110 миллиметров. Также бывают трубы больше 200 миллиметров, но они предназначены для центральных канализационных каналов. Водопровод. Эти пластиковые трубы могут изготавливаться из любых перечисленных материалов. Для холодного водоснабжения без высокого давления, к примеру, колодца или скважины, можно использовать ПВХ трубы, в том числе и подрезьбовое соединение. Для скрытой прокладки в стенах подходят металлопластиковые, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы. Отопление. В системах отопления используют трубы из полиэтилена, металлопластика и армированные полипропиленовые. Причем для систем теплого пола лучше всего применять изделие из полиэтилена. Важно, чтобы весь контур заливаемым бетоном состоял из одной трубы без соединений. Обычно труба из полипропилена имеет длину всего 4 метра, к тому же она не гнется в достаточной мере, поэтому для целей их совершенно не подходит. Для газа. Для газопроводов могут использоваться специальные пластиковые трубы. Их можно узнать по черному цвету и характерной желтой полосе. Их стенки не пропускает газ за счет плотной структуры. Нужно отметить, что у обычных труб, не пропускающих воду, газ все же может проходить через стенки. Поэтому изделий без соответствующей цветовой маркировки в запроводах не используются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...